Уважаемые друзья, самый интересный вопрос, который, наверное, больше всего сейчас волнует всех на рынке, это то, с чем мы имеем дело на фондовых площадках США, Европы, рыночная коррекция это или просто волатильный слет на высоких уровнях. С учетом, в том числе, вышедших в среду данных по инфляции американской, ну и, конечно, с учетом рынка труда, отчет, который опубликован был пятница 7 мая. Значит, в принципе, смотрите, расклад, который я бы описал, выглядит, на мой взгляд, так. Сама по себе нисходящая коррекция на рынке акций, рано или поздно, что называется, в какой-то момент времени, она, конечно, была для многих долгожданной на рынке. Я тоже предупреждал о такой возможности, начиная вот с прошлой недели и особенностями в этот вторник, в торговой неделе. На прошлой неделе мы, кстати, как раз разбирали с вами ситуации, которые бывают в мае по поводу пришел май продавай, насколько часто, не часто это случается, сильные, не сильные бывают движения. Статистику можете еще раз посмотреть за последние 10 лет, как это было и как это может бывать в принципе. Но что касается конкретно этого движения, здесь, на мой взгляд, важных моментов, ну как минимум два есть. Первый, что в понедельник после того, как еще успели обновить максимумы индекса S&P 500 и Dow Jones, свои исторические максимумы, коррекция началась без какого-то конкретного предупреждения. То есть, что называется, не было особых оправданий, какого-то удовлетворительного объяснения, почему именно сейчас нужно падать, а не в какой-то другой момент. То есть, мы там могли сколько угодно с вами гадать, там 4,150 будет по индексу S&P 500 или 4,200 или еще больше. Но момент этот сам по себе был довольно неожиданным. И это как бы хороший аргумент в пользу того, что если нет конкретных причин у коррекции усиленной, то все-таки шанс на то, что после некой корректировки сбросят пар и снова рынок не обязательно наверх попрет, но образует, по крайней мере, какой-то горизонтальный такой диапазон высокий, аргументы вполне в эту пользу резонные. Это не значит, что это единственный сценарий, но тем не менее, это первая мысль, которая, в мой взгляд, должна прийти в голову. Далее. Далее. То есть, не было каких-то словешных замечаний, там, официальных лиц, каких-то конкретных статистических данных, на которых надо было идти вниз. По поводу рынка труда я бы не считал все-таки эти данные настолько уж слабыми. То, что вышло только 266 тысяч рабочих мест новых, вместо там ожидавшегося миллиона. Слушайте, во-первых, рынок моментально, так сказать, придумал этому объяснение. И объяснение вполне, так сказать, логичное. То, что пособия продлили по безработице для огромного количества тех, кто их мог получать, повышенные пособия. И, в общем, это, наверное, стимул, ну, по крайней мере, не за первую поправшуюся работу браться. И второй момент, там, Байден пытался от этой темы отмахиваться, говоря, да нет. Значит, все равно эти все агентства по трудоустройству работают так, что если предложат какую-то адекватную работу, нужно соглашаться. Иначе так просто пособия получать нельзя. Но по всяким сообщениям, которые идут от экспертов из США, я много видел на эту тему, на Ютубе в том числе, все рассказывают о том, что это довольно-таки просто и, так сказать, халявно делается. Очень многие на этих пособиях живут. Поэтому не такой уж это слабый аргумент. Но и, во-вторых, в принципе, за два месяца в сумме все-таки созданы миллионы рабочих мест. И это не есть маленькая какая-то величина. Не обязательно, что каждый месяц должно быть по миллиону. Так что, в принципе, это, наверное, сам по себе повод. Ну, он такой, так себе повод для коррекции. Не каждые, скажем, два месяца создается по миллиону рабочих мест. Тем более, что все-таки основной восстановительный такой рост после пандемии, он, в общем, в прошлом году был, сейчас такое пошло его ускорение. Но вот ускорение оказалось более медленным, скажем, чем ждали. Второй момент – это инфляционная тема. И что касается инфляционной темы, я вообще не считаю ее сильно значимой по той простой причине, что вот эти 4,2% CPI, вышедшие, во-первых, это ни в какой мере вообще не сюрприз, даже близко. Это вполне ожидаемая величина. Она могла быть чуть меньше, там, 3,8%, могла быть и 4,5% год к году. Просто про то, что инфляция кругом, все давным-давно знают, наслышанные в США и в Европе, а конкретная цифра вот по этой потребительской корзине, ну, слушайте, она немногим лучше и немногим точнее рассчитывается, чем в нашем Росстате. Все это такое же вилами на воде писано. При этом все, например, знают, что по отдельным компонентам, там, ценный бензин на 9% год к году выросли по Америке в среднем. В некоторых особенных штатах, вот, Вашингтонский столичный округ Колумбия, там, на 35% за год выросли целый ценный бензин. Продукты от 5, там, до 10% подорожания у многих сразу областях. Я сейчас про Америку займите, да, говорю. Бытовая техника ходовая в среднем на 35%, и, не знаю, на 15% бытовая техника, вот это вот средние цифры, которые, так сказать, приводит вполне тоже официальная статистика. Некоторые такие, как древесины хвойных пород, прибавили более 80% за год. Ну, а в среднем получается 4,2% хвойных потребительских цен замечательный. Поэтому, каким уж он вышел, таким уж он вышел, но, насколько это само по себе значим, на мой взгляд, не особо. Если посмотреть, как реагируют люди из Федрезерва, а это, наверное, основное, потому что инфляция само по себе, эта рынка, она так-то не волнует, волнует возможная реакция, там, не будут ли сворачивать какие-то мягкости в денежно-кредитной политике. Ну, вот президент ФРБ, скажем, выступил Рафаэль Бостик, сказал, что он ожидал и так приступов вратильности CPI до сентября. Ну, соответственно, поэтому еще несколько месяцев можно совершенно спокойно терпеть такие, значит, данные под текст. А еще несколько представителей Федрезерва на условиях анонимности, как написано на Bloomberg, заявили Bloomberg уже, что и до конца года ждут таких всплесков. Поэтому, сколько мы могли там говорить о временном явлении, идет речь или нет, но не то, что по одной цифре, даже по трем-четырем цифрам высокого CPI ФРС не будет принимать решение о сворачивании стимулов или, тем более, там, о повышении процентной ставки. Вообще, мало того, это не сильно-то и продуктивно, потому что большая часть роста цен, она связана с двумя вещами, в принципе. Ну, помимо, там, раздутой денежной массы, вот эти все программы стимулирования и так далее, это высокие издержки, которые получились из-за подросших цен на сырье по всему миру, это закредитованность, это, опять же, производители понесли дополнительные расходы в связи с мероприятиями, там, антивирусными всеми, и, собственно, непосредственно, там, на аренду помещений, на все, как бы мы там ни говорили, что вот у нас не компенсируют, там, а на Западе компенсируют. Там тоже это далеко не полностью компенсировано. Поэтому издержки свои отчасти переносят. В этом смысле, чем ниже процентные ставки, перекредитование происходит по низким ставкам, тем, вообще-то, лучше производителям обернуться вот с этими долгами, с этими проблемными, отягощающими их моментами и издержками. Соответственно, как раз в данном случае низкие процентные ставки, они, может быть, даже скорее сдержат инфляцию, чем если кредиты начнут выдаваться под более дорогие цены. Это довольно такая интересная вещь. Я смотрю, вот в России тоже правительство потихоньку пришло к идее, что нужно субсидировать непосредственно производителей. Вот я сегодня прям читал, как производители, значит, сахара субсидируют на закупки сахарной свеклы под процент от 1 до 3 процентов кредиты дают. Там, соответственно, мукомолов под закупки зерна, ну и так далее, и так далее. То есть оказывается, что нужно не процентную ставку просто там механически повышать, надеясь, что она как-то сама собой, значит, вывезет вниз потребительские цены. А оказывается, нужно решать те проблемы, которые возникают. Вот в связи с этим я не думаю, что это кто-то не понимает, там, скажем, в США или на международных рынках. Может быть, просто многие не углубляются в эту тему, скажем. Но уж вот касательно причин, почему, так сказать, Федорезерв будет держать ставки, это не только желание напечатать и попилить побольше денег. В принципе, это и понимание, что непродуктивно было бы сворачивать мягкие меры политики. Но, опять же, да, это мы сейчас вот глубоко, может быть, копнули, не будем так глубоко надеяться, что весь рынок копает. Но, во всяком случае, рынок просто прислушивается к тому, что говорят люди из Федорезервов. Вот они ничего такого, никаких намеков подобных не дают. Еще один человек, Ричард Клорида, тоже человек, вице-президент ФРС. Он сказал, что статистика как бы оказалась горячей вот это по инфляции, но далека еще от перегрева, и что Федорезерв не изменит правила игры на основании одного единственного отчета. CPI увеличился, сказал Клорида, и, вероятнее, еще несколько увеличится. То есть, это окей все, прежде чем он снизится к концу года. А в 22-23 году, по мнению Ричарда Клорида, вице-президента ФРС, напомню, показатель сам собой вернется к таргету в 2% или чуть его превысит. То есть, они готовы терпеть нетухо на протяжении этого года. То есть, соответственно, мысль о том, что инфляционные показатели, они приведут как-то к сворачиванию политики ФРС, и поэтому деньги станут менее доступными, и из-за этого надо закрывать позиции, она выглядит не очень логичной. Все, что можно было в эту сторону, так сказать, отыграть, дезавуировать эти слухи, эту логику, в принципе, представители ФРС уже успели сделать. Далее, в принципе, не раз обсуждали, что инфляционная спираль, когда раскручивается, сама по себе она скорее способствует инфляционному витку роста фонда рынка, чем его спада. Ну, а если говорить непосредственно о технической стороне вопроса, корректировки, какие могут по индексу S&P 500, доу-джонсу, то если взять движение, все, которое состоялось, вот последний крупный виток движения с начала марта, от уровней 3700 с небольшим по индексу S&P 500, и вплоть до майского пика 4, там, сколько, 200, почти 50, взять полностью это движение и посчитать откаты классические, традиционные хотя бы по ФИБам, потому что точнее ты никак не можешь на вот этой целине, где рынок раньше никогда не был, посчитать, то откат 38% Фибоначча находится, приходится на уровень где-то 4040, откат 50% на уровень 3980 примерно, то есть в пределах вот этих величин пока происходят коррекции, это все еще именно коррекции, которые могут означать в целом продолжение движения в том же направлении, то есть боковик, либо возврат к росту. Соответственно, вот пробой ниже уход этих уровней, в частности, ниже уровня 3980, подчеркну, не 4000, да, пунктов, а именно 3980, технически означал бы уже более настораживающую ситуацию. В этом случае коррекция может пойти глубже, ну, например, так, как она уже ходила в сентябре, там, в октябре прошлого года, когда ждали там сначала вторую волну ковида, потом она действительно началась, ну и тогда, если, в общем, помните, размеры коррекции, они не были какими-то там, что называется, совсем уже запредельными, то есть рынок максимально, он корректировался, насколько я там помню, на величину порядка 380 пунктов по индексу S&P 500. Это, конечно, значительно больше, чем то, что мы имеем сейчас, да, эта величина, там, она за первые 3 дня составила, ну, чуть более, там, чем по S&P 500, получила там чуть более, чем там 150-170 где-то пунктов, вот. Но, тем не менее, вот, то, о чем можно говорить, о чем можно дальше думать. По Доуджонсу, соответственно, весь район 33 тысяч, это тоже возможность скорее отскока и покупок в тех или иных бумагах, которые этот индекс составляют, чем продажу, то есть классический вариант, то, что цены ушли, в принципе, под поддержку, которая держалась всю вторую половину апреля, это, как раз, нормально, то есть пробить уровень, посрывать где-то стопы защитные в каких-то акциях конкретных или в целом по фьючерсу на индекс, но после того, как такой срыв произошел, рынок дальше вернулся и вернулся благополучно, быстро на уровне выше этой поддержки, то есть остался, на самом деле, выше, чем он был, ну, даже, вот, скажем, на состоянию дел на конец дня среды. То есть в данный момент ситуация, во всяком случае, такова, будем, что называют, следить за развитием событий, но из двух вариантов, смотреть ли в сторону коррекции более углубленной уже или же ждать все-таки скорее боковика там вытянутого с возможностью развернуться и выстрелить куда-то в направлении дальше вверх, я пока выбирал бы все-таки второй вариант, хотя, естественно, ежедневное наблюдение за тем, как рынок реализует тот или иной сценарий, тоже имеет значение и это тоже, так сказать, нужно, может влиять на точку зрения. Если вы хотите позадавать вопросы по активам, по движениям, которые сейчас происходят в различных инструментах, такая возможность будет у нас, как обычно, в пятницу, завтра, где-то во второй половине дня, будет, соответственно, объявление о прямом эфире, там можете позадавать все интересующие вас вопросы.